Уважаемые коллекционеры, здравствуйте! Поговорим сегодня вот на такую тему. Все, наверное, знают о том, что, традиционно так говорится, монета имеет три стороны — аверс, реверс и гурт. Сочетание их как дает с одной стороны элементы признаков подлинности монеты, так и возможны небольшие отличия. Именно сочетание трех сторон делает монету особой. Скажем, может отличаться портрет и дата с другой стороны или знак Минцмейстера, иногда надпись или знак Минцмейстера на гурте монеты. Все это разные элементы и, таким образом, три стороны монеты, даже выпущенные в одном и том же году, при одном и том же правителе, создают разные вариации. Но, наверное, не будет ошибкой сказать, что монета может иметь и четвертую сторону — это ее содержание. содержание металла, метрические характеристики монеты, на которые часто не сильно обращают внимание или воспринимают отличия вот этой четвертой составляющей как заведомые признаки неподлинности. Но все же у монеты еще три стороны. И если три стороны говорят нам о том, что монета очевидно подлинная, а четвертая составляющая, то есть ее проба, вес, может быть, размеры отличается, значит, это, вполне возможно, говорит о особом варианте монеты. Ну, знаем это хорошо с вами на примерах так называемых тяжелых рублей Павла I 1797 года. Большие по размеру монеты, чем чеканившиеся в других годах. Это же не делает их неподлинными, они просто другие. И, наверное, таких примеров можно привести еще предостаточно. Вот и я вам сегодня покажу пример такой монеты. Именно четыре составляющие, четыре стороны, которые и делают ее отличимой и индивидуальной. Перед вами, ну, казалось бы, достаточно распространенная монета рубль 1883 года на коронование Александра Александровича III. Первая портретная монета, выпущенная по настоянию российского императора после большого перерыва, связанного с фактическим запретом Павла I на чеканку портретов на монетах. И все в этой монете вроде бы обычное. Обычный портрет, обычная надпись, достаточно рельефная, хорошо выраженное зеркальное поле, свойственное для памятных монет. Опять же, символы государственные власти, регалии, большая императорская колонна, скипетр, держава, венок вокруг них. Все типично. И гурт. Обычный, вырубленный, без надписи, но и необычный. Обратите внимание, он очень узкий, гораздо уже, чем на других подобных рублях, выпущенных как в этом году, так и, похоже, выпущенные годами раньше. Монета коронования Александра III имеет так называемый каталожный вес 20,73 грамма. Данный конкретный экземпляр весит всего 16 грамм. Нонсенс! И, тем не менее, такие нонсенсы бывают. Совершенно подлинная монета, к тому же памятная, отчеканена на тонкой заготовке, гораздо меньшим весом. И, значит, ее вполне можно считать совершенно индивидуальным вариантом, разновидом монеты, так как все остальные признаки говорят об ее абсолютной подлинности. И уж не с этим ли фактором, то есть чеканкой монет с неправильным весом, как следствие неправильной толщины, связана смена ментсмейстера в 1883 году на монетном дворе в Санкт-Петербурге. Мы, возможно, позже какие-то документы пролью цвет на эту историю. А пока обращаю ваше внимание, что изучая даже, казалось бы, простые монеты. Есть смысл обращать даже не на три, а на четыре их составные части. Аверс, реверс, гурт и метрические характеристики. Перед вами может оказаться открытие или новый разновид, или вообще уникальная монета. Будьте внимательны. Интересных вам находок, которые могут стать именно вашими индивидуальными, уникальными экземплярами. Удачи вам! Обращаю еще раз ваше внимание на эту монету с великолепным изображением. Регалии императорской власти, императорский венок, надпись рубль и с другой стороны портрет Александра Александровича Третьего и коронование в 1883 году. А вот гурт монеты, хоть и совершенно подлинный, но показывающий нестандартную толщину, гораздо меньше своих собратьев, при весе всего 16 грамм, вместо 20 и 73 сотых для этой монеты положенных. И еще раз обратите внимание на совершенно зеркальное поле, покрытое легкой патиной, монтированный портрет, монтированные надписи, все признаки подлинности и технологии монетного двора того времени на монете очевидно видны.